В доме соцобслуживания Калининского новоселья. Районные власти рассказали, как действует система помощи пенсионерам. В свои 95 Нина Ивановна начинает новую жизнь. Собрав нехитрый скарб, она переезжает с Кондратевского проспекта на Пискаревский в дом социального обслуживания граждан пожилого возраста. Заселяться в социальный дом имеют право женщины старше 55 лет и мужчины старше 60, при условии, что у них нет детей или они проживают в другом регионе. Он будет занимать жилое помещение на основании договора найма специализированного жилого помещения на обычных условиях. Он будет оплачивать квартплату, жить своей обычной жизнью, встречаться с друзьями, которые у него есть, вообще заниматься всем, чем хочет. Государство не продаст жилплощадь, а переведет ее в социальный фонд для заселения нуждающихся. Эта система позволяет защитить пенсионеров от черных риэлторов. Однако у Нины Ивановны случай исключительный. У пенсионерки нет жилой собственности. Администрация района пошла и навстречу, учитывая непростую жизненную ситуацию. Последние годы Нина Ивановна жила с внуком и его семьей. Я чувствую, что и мы, тем более с малышом, конечно, стеснительно. Это я понимала сама, потому что пожилой человек и малышка, тем более он скоро будет ходить, должен по времени уже. Так что здесь не только, как говорится, мне повезло. У каждого здесь отдельная квартира с кухней и ванной комнатой. Жители дома посещают творческие мастерские и по необходимости получают консультации психологов, социальных работников, медиков. В доме социального обслуживания пожилых граждан Калининского района 80 квартир. Очереди на получение жилплощади нет. Чтобы заселиться в дом, нужно подать заявление в районный отдел соцзащиты населения на арсенальной набережной 13, корпус 1.